Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Мы продолжаем изучать серию тем, посвященной великой битве между Богом и дьяволом, добром и злом. И сегодняшняя тема, она открывает роль двух свидетелей, о которых говорит книга «Откровение». В этой битве и наше отношение к этим свидетелям. Мы призываем вас быть не только слушателем этой передачи, но активно делитесь просмотрами со своими друзьями. Нажимая кнопку «Нравится», «Поделиться», рассылая ссылку на христианские программы своим друзьям, мы помогаем им познакомиться с Богом, Его Словом, а это значит обрести веру и стать ближе к Богу и ближе ко спасению. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Евгений Рудак и руководитель, директор национального клуба следопытов Светлана Башмакова. Добро пожаловать. Добрый день. Светлана, клуб следопытов. В чем цель этого клуба, для кого он, и какие задачи, и какая программа этого клубного занятия, эти клубные занятия, какие цели вы хотите достигнуть, занимаясь в этом клубе и с кем? Ну, во-первых, это программа для подростков. Возраст 10-15 лет — это духовно-познавательная программа, ориентирована на интересы подростков этого возраста. Они активно растут, физические занятия им очень нравятся, поэтому часть программы построена, чтобы они физически развивались. Они очень любознательные, и их интересует то, что происходит в мире, как он устроен и создан. У нас есть замечательная программа специализаций, где они в разных-разных областях узнают что-то новое. И вот в разделе, например, «Природа» они знакомятся с устройством нашей Солнечной системы, строением, как устроена Вселенная, узнают много о животных, о растениях. И за каждое то, что они проходят, они получают такую награду, следопытскую нашивку. И они понимают, что они прошли эту область. И также они хотят узнать, а кто же автор вот этого всего, что они видят в мире интересного. И они изучают книгу, священную книгу Библии, которая является автором всего, что мы видим в окружающем мире. И мы хотим, чтобы наши дети развивались всесторонне, были духовно, физически, умственно образованными людьми. Замечательно. Какое максимальное количество специализаций, нашивок подросток может получить, обучаясь в Молдавском клубе следопытов? Ну, каждый год они изучают новые и новые. Ограничений нет. Их всего около 500. Но есть у вас чемпионы, которые максимум. Ну, чемпионы, конечно, есть. Я не считала, сколько, ну, больше уже сколько лет ребенку, тем больше специализаций он имеет. Ну, не знаю, наверное, до 50 они проходят. То есть более 50 разных предметов, занятий, которые не только расширяют его кругозор о мире, но в этих занятиях он может увидеть, насколько Бог, как Творец, велик, насколько он заботлив, насколько удивительно устроено это крылышко бабочки или… Перо птицы. Перо птицы. Почему она летает. Да. И увидеть телескоп далекие планеты и звезды. Скажите, а где, в каких населенных пунктах есть возможность подросткам стать участниками вот этого клуба следопыт? Где находятся? Ну, у нас в Молдове около 40 клубов, и они находятся во всех крупных городах, в Кишиневе несколько клубов, в Бельцах, Камрад, Унгены, Единцы. То есть большинство районных центров, городов открывают двери для подростков, для их воспитания. Как замечательно, что среди изучения разных наук и тем основой их занятий является Библия. Это то книга, которая открывает нам Бога его характер. И сегодня я приглашаю, чтобы, прежде чем мы начнем исследовать книгу и особо книгу «Откровения», которая помогает нам увидеть, что происходит в этой великой битве, я приглашаю, чтобы мы вместе молили и просили Бога о мудрости и руководстве в этом. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твое живое слово, которое Ты оставил каждому из нас. Мы благодарим Тебя за те священные истины, которые мы там находим. Господи, мы благодарны Тебе за то, что эта живая книга может менять жизнь людей. И мы благодарны Тебе, Господь, что Ты обращаешься к нам со страниц Священного Писания, показывая Твою любовь в Твоем Сыне, который умер за наши грехи. И мы благодарны, Господи, что Ты всегда находишься рядом с нами. Во имя Иисуса Христа славим Тебя и благодарим. Аминь. 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 Книга «Откровения», «Апокалипсис», она приоткрывает завесу и таинственную завесу того противостояния, которое происходит между Богом и дьяволом. И книга «Откровения» в 11 главе описывает особых двух свидетелей, их признаки, этих свидетелей. И нам очень важно понять, кто эти свидетели, их роль в этой битве, и самое главное, какова роль этих свидетелей в нашей повседневной жизни. 11 глава книги «Откровения» с третьего по шестой тексты. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это судьи маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». Кого представляют эти свидетели, и какое описание, характеристику дает им Иоанн? Для того, чтобы ответить нам на этот вопрос, мы замечаем здесь и в третьем, и четвертом стихи, описывают, что это два свидетеля, потом это две маслины, а потом говорят, что это еще и два светильника. И беря во внимание Священное Писание, Псалм, где говорит о том, что «Слово Твое является светильником для ноги моей», можно с уверенностью сказать, что речь идет здесь о двух свидетелях, о двух светильниках, и об одном — это Слово Божье. Слово Божье, которое представлено двумя маслинами, двумя свидетелями, что касается или обращает внимание на Ветхий Завет и говорит о Новом Завете. А какая характеристика, отличительные признаки, которые здесь мы можем с вами заметить? Здесь присутствует постоянство, она имеет силу, они пророчествуют, они имеют даже силу над природой, когда он может заключить дождь, дать дождь, — Огонь с неба послать. — Вспоминаем исторические события, где по слову пророков был дождь или сходил огонь, и это говорит о том, что всякое слово, сказанное Богом, оно исполняется, и оно управляет не только историей народов, но и природными стихиями. А здесь говорится о записанных словах. Пророчество — это не только предсказание, но это и передача информации о Боге. А интересно, почему Ветхий и Новый Завет названы свидетелями? Вот какую роль играют свидетели в жизни человека, и в каких обстоятельствах жизни играют свидетели особую роль? Ну, свидетели — это само слово говорит себе. Значит, они могут что-то засвидетельствовать, они что-то видели, что-то знают, что-то слышали, и они могут подкрепить истину, подтвердить, что это действительно было. И в Библии мы знаем, что нужно было два свидетеля, чтобы они подтвердили истинность слов. И здесь мы тоже встречаем два свидетеля. Ветхий Завет и Новый Завет. И это просто еще раз утверждает или убеждает нас в том, что Священное Писание — это правильно, это истинно, несет мир и свет. А вот в Великой Битве, в контексте Великой Битвы между Богом и Дьяволом, насколько важны свидетельства двух источников, насколько важно, чтобы был свидетели? Что помогает понять и увидеть эти свидетели? Ну, во-первых, мы можем убедиться в том, что все, что говорит Священное Писание, все, что говорит Библия, — это правильная истина. В основном тогда, когда дьявол настроен в том, чтобы уничтожить Слово Божие, или, например, исковеркать его, или какие-то определенные части Священного Писания, сказать, что это нам не нужно принимать, а будем только по Новому Завету жить. И в действительности невозможно воспринимать Новый Завет без Ветхого Завета. Вот по некоторым таким причинам. Мы помним из истории, насколько была ожесточенная борьба непосредственно с Библией. Да. Когда Библию сжигали и уничтожали тех людей, которые переводили Библию, которые распространяли, которые доносили до людей, почему дьявол столько усилий и столько злобы против Священного Писания? Ну, наверное, потому что он хотел искоренить вообще образ Божий, чтобы люди ничего не знали об истине. И он принял такую тактику именно уничтожить Слово Божие. То есть это достоверный источник информации, который достоверно открывает, какой есть Бог. Иисус Христос говорит, вы исследуете Писание, чтобы найти жизнь вечную в Евангелии от Иоанна, но оно свидетельствует обо мне. И вот дьявол именно настроен на то, чтобы убрать понятие, кто такой Христос, для чего Он пришел. И Христос когда-то говорил, а помните, а вы читали, когда Ему говорили, а ты кто такой? Зачем ты пришел? Какой ты властью эту делаешь? Какой смысл? И Он говорит, вот так, как написано там, вот так, и вот и происходит сейчас. Мы слышим периодически о различных резонансных судебных заседаниях, которые привлекают внимание общественности, и на этих заседаниях большую роль играет свидетельство человека, который видел или не слышал. И если от его свидетельства его свидетельство может повлиять на исход суда, то всегда есть риск, и мы об этом читаем или слышим, когда свидетель долго не живет. его убивают, его угрожают, преследуют, подкупают, потому что от его свидетельства очень важен, может быть, исход. И вот в этой великой битве, где дьявол обвиняет Бога, искажая его характер, его правление, очень важно, чтобы у людей был достоверный источник информации. Ведь есть разные, это и средства массовой информации, и те источники, которые заведомо искажают, ложные, фальшивые. Это может быть неверная интерпретация событий, когда деяние дьявола приписывается Богу и обвиняется Бога, насколько он жестокий и злой. Поэтому, чтобы во всем этом, в этой идеологической битве, борьбе разобраться, где очень много каналов фальшивой, фейковой информации, пропаганды, очень важно иметь тот источник информации, который правильный. Я замечаю о том, что во всяком случае, когда происходит война, то какие-то, или политическая битва, то какие-то источники информации политические закрывают, какие-то открывают, потому что откуда информация, в этой информации имеет цель завладеть умы. И если ты завладел умы, то ты можешь сказать, что ты эту битву уже победил. И вот в этой духовной битве очень важно, чтобы у нас был достоверный источник информации о Боге. Мы продолжаем исследовать. А вот некоторые говорят о том, что зачем нужен Ветхий Завет? Вот Ветхий — это уже старый. Вот есть новый, современный. И некоторые говорят о том, что можно и без Ветхого Завета достаточно узнать о Боге. Вот почему важно, чтобы было два свидетеля? Почему очень важно, чтобы информацию о Боге, достоверную мы могли черпать из этих двух источников и Ветхий Завет, и Новый? Новый Завет — это наше основание, это база. И Иисус Христос, когда был, Нового Завета еще не было. И Он, говоря людям, говорил, «Исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют обо мне». И на страницах Ветхого Завета мы находим очень много пророчеств, которые исполнились, и они подтверждают в истинности Слов Божьих. То есть если мы хотим убедиться в том, что Новый Завет достоверный, вся Библия, то очень важно, чтобы мы могли исследовать эти пророчества Ветхого Завета и увидеть, как спустя иногда 500 лет, иногда тысячи, они буквально исполнялись. И вот когда читаешь Новый Завет, ты находишь такие слова, «Ибо так написано», «Ибо так сказано», «Ибо так да». То есть это обращает внимание на то пророчество, которое исполнилось или в обстоятельства смерти Иисуса Христа, или его жизни, или его проповеди. Мы можем положить серьезное, надежное основание веры в Библию, если мы исследуем целостно и Ветхий, и Новый Завет. Недаром в Евангелии от Иоанна пишет, говорит, что «Исследуйте Священное Писание», говорит, о Ветхом Завете еще тогда, говорит, «Она свидетельствует». Вот это, опять же, слово используется «свидетель». Он свидетель о кого или для кого, на кого он указывает, на Христа. Спасибо. Два свидетельства, согласно пророчеству книги Откровения, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Что это за пророческий период и почему они обличены во вретище в то время, когда пророчествуют во время вот этого 1260 дней? Да, мы находим несколько описаний одного и того же события, и временные рамки тоже написаны по-разному. 42 месяца в книге Откровения мы находим 1260 дней. Это день за год пророческих, мы знаем, это 1260 лет. Или еще такое написано «в течение времени, времен и полувремени». Это тоже мы приходим к этому периоду 1260 лет. Это время, когда свидетели Божии были во вретище. Почему? Потому что это был период темного средневековья, когда сатана пытался, чтобы лишить людей истины это Слово Божьего. И он прилагал все усилия гонения, пытки, смерти и уничтожения самой книги буквально Библии сжиганием. Чтобы лишить людей надежды. Ранее мы говорили об этом периоде, который начался в 538 году нашей эры и продолжался период до 1798 и мы говорили о таком парадоксе, что церковь, которая была призвана распространять Священное Писание, заменила авторитет Священного Писания церковными традициями, установлениями, которые и извращали и план спасения, и характер Бога, и во многом противоречили установлениям, которые мы находим в Библии. в Библии. И это вызвало интерес ряда христиан, это священнослужители, монахи, которые имели доступ к Библии, и когда они начали читать ее, а Библии было очень мало, они были закованы, они были ограничены в количестве, и доступ к ним был ограничен, и язык был непонятен, и когда эти люди стали читать и знакомиться с Библией, для них это было как вспышка света. То есть они нашли вот эти свидетельства, они нашли свидетельства о том, как человек, каков Бог, как прийти к Богу, как обрести спасение, план спасения, великая битва между Богом, и они осознали, что многое то, что они делали, или во что верили, что повергало их в страх, растерянность, оно было не нужно. И вот эти реформаторы, великие реформаторы, такие как Ян Гуз, Вальденсе мы говорили, Мартин Лютер, Свингли, Кальвин, Джон и Чарльз Уэсли и множество других, они стали делиться этим свидетельствами с другими людьми. И вот этот светильник, он стал освещать умы людей, стал освещать церковь. Даже несмотря на то, что старались, как бы, в то время средневековая церковь погрузилась в этот духовный мрак, старались убрать его, Бог всегда имел своих людей, которые вот как эти люди, которые поднимали этот свет, читали и передавали его другим. А почему вретище? Почему вот в этот период пророчества свидетелей, они описаны вот таким символическим языком во вретище? Вретище, это когда одевают... Что такое вообще вретище? Это одежда, сотканная из шерсти животных, она неприятная, грубая очень, да, её неприятно было носить, и она символизировала внешне то, что человек испытывал внутренне, да, это печаль, это скорбь, потеря близкого, да, и цари носили вретище, когда скорбели о чём-то. И мы видим два свидетеля, они одеты в такую одежду, они скорбят, они о том, что происходит в мире, но пророчествуют, но они свидетельствуют. Спасибо. Мы продолжаем знакомство с пророчествами книги Откровения, которые открывают роль свидетелей в этой Великой Битве, и седьмого по девятой тексте говорится о том, что что-то произойдёт с этими Божьими свидетелями Ветхим и Новым Заветом, и вот это пророчество. Пожалуйста. И когда кончат они свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьёт их, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содомом, Египетом, где и Господь наш распят, и многие из народов и колен, и языков, и племён будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гроб. О каком событии говорится в этом отрывке? Что произошло с Ветхим Новым Заветом, и где это, и что это за Содом, Египет? Ну, как вы говорили о том, что свидетели не всегда находятся под каким-то прессингом, давлением, то и вот эти два свидетеля написаны так же. До этого 1260 лет преследовала религиозная власть, законная власть. А здесь говорится о том, что один зверь, который не просто победит, а именно убьёт их, вот этих двух свидетелей. Этот как раз период французской революции, да, перед тем, как Наполеон и через Бертье, да, они захватили Папу Римского в плен. Но начиная с 1793, года, во время французской революции, Библия вообще, они представили, что Францию без Бога. Это был как бы научный атеизм, Бога нет. Декларация, закон. И приняли закон, который в течение трёх с половиной лет он действовал, где полностью убрали Бога из жизни человека, и Священное Писание, и Бога. Это время, когда сжигали все Библии и провозгласили богиней разума. То есть познать, то есть человек провозглашён Богом, а он стал судьбой своей управлять, это то, к чему подталкивал дьявол Адам и Ева. вы будете как Боги, будете знать всё. И вот здесь вот это был эпогей атеизма, безбожия, и вот почему Египет? А вот Содом и Египет. Да. Я хотела ещё до Содома и Египта сказать такую мысль, что это всё было результатом вот тех гонений именно католической церкви на протестантов, на людей реформации, и это привело вот к этой французской революции, когда они вообще отказались от Бога. Здесь вот представлено о том, что трупы, которые духовно называются Содом и Египет, опять же представляется вот идея Египет многобожий или безбожий вот в таком плане. Вавилон многобожий, а Египет это когда кто такой Бог? И Содом представлен как в таком разврате. Это то, к чему приводит. Тогда, когда люди оставляют Бога или отвергают Бога, или ставят Его на второе или третье или десятое место, то результатом этого появляется Содом. Разврат. Прошли сотни лет, но мы и сегодня можем видеть отголоски этих событий. Когда Европа, которая была местом, должно быть местом просвещения, распространения знаний, сегодня мы видим, когда Европа, в Европе закрываются христианские церкви, они переделываются под музеи или под бары, когда люди проявляют, теряют интерес к религиозным христианским ценностям. Называют себя атеистом. Да, и когда уже нет Библии как основа семьи, нравственности, полов, взаимоотношений, тогда появляются новые законы, которые узаканивают то, что Библия называет грехом. И то, вот этот грех содомский, то, что произошло с Содомом, то, за что был уничтожен Содомом, это узаканивается как норма. Как вы думаете, какую роль в противостоянии разврату безнравственности сегодня может играть Библия? Воспитание подростков, становление норм, норм поведения, норм, которые определяют роль семьи, брака в жизни человека. Какова роль Библии в данном случае? Обязательно нужно брать во внимание момент, кто такой человек, кем был сотворён, когда он появился на этой земле. Если возвращаться назад на несколько тысяч лет назад, его творение человека, то тогда можно понять. Именно Священное Писание описывает, как был сотворён человек, в каком обличии, какой пол, разница, о чём идёт речь. Именно Священное Писание об этом говорит Библия. Мы можем сравнить Священное Писание как с инструкцией к жизни. Если любой прибор, какой мы будем использовать, мы не будем соблюдать инструкцию, он просто выйдет из строя. То же самое и в нашей жизни. Мы должны... Это мерило, в которое мы не можем уйти ни налево, не на право. Это истина. Сегодня я слышу о попытках выхолощить Библию, убрать из неё те тексты, главы, которые мешают, то есть не совсем корректные, которые не согласуются с мировоззрением или политикой государства или с нормами. Пишут, что если кто захочет их обидеть, этих двух это огонь. Есть попытки обидеть. есть попытки. И когда одно из таких потрясших новостей, когда пастор читал библейские тексты и его привлекли к ответственности, к административной ответственности за некорректные высказывания. Говорят, ну почему это некорректные? Говорят, так написано в Библии. То есть мы видим о том, как Библия продолжает подвергаться преследованию как источник достоверной информации о том, какой есть Бог и его воля. Один из стих даёт предсказание. Следующее предсказание. После трёх с половиной дней вошёл в них дух жизни от Бога и они оба стали на ноги свои. Великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Как исполнились эти предсказания? О чём этот стих? Этот стих говорит, что люди не будут во тьме. И Бог оживил этих двух свидетелей и после этой революции, этих событий, которые последовали после тёмных веков в Средневековье, разгорелся свет, что люди стали исследовать Слово Божие. Начали создаваться библейские общества. Библия начала переводиться на многие языки. До этого времени миссионерская работа практически не совершалась. И вот начинаются поездки во многие миссионерские, во многие регионы мира, где не было вообще проповедано о Христе. Поэтому Слово Божье невозможно убить, оно живо и действенно. Да, и Слово Божье живо, хотя многим казалось, что оно мёртвое, как будто убили их, но в сердцах людей оно продолжает жить. И вот мы изучали историю, и как книга Откровения пророчества говорили о преследовании этих свидетелей Библии, Ветхого Нового Завета, о роли Библии в жизни человека, в нравственной жизни, в спасении. И книга Откровения 11 глава завершает предсказания, которые произойдут в заключении земной истории. Чем закончится вот эта битва, вот это противостояние добра и зла? Что в конечном итоге, за кем будет в конечном итоге победа? С 15 по 18 стих мысль, которая проходит через все, это то, что на небе громким голосом говорили, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. То есть вот этот бурный такой всплеск священного писания, когда люди начали изучать и когда они увидели, что скоро придет Христос, о том, что второе пришествие Христа очень близко, этим вот и закончится все то, что касается конец света на нашей планете, на нашей планете Земля. Это пришествие Христа. Победа. Победа, Слово Божье над словом дьявола. Дорогие друзья, Христос, призывая людей сделать выбор, на чем ты будешь строить свою жизнь, какими свидетелями будешь руководствоваться, рассказал притчу о человеке, который построил дом один на камне, другой на песке. И мы помним о том, что когда подул ветер, пошел дождь, дом, построенный на песке, он был разрушен. Вопрос ко мне и каждому из нас. На чем мы строим свою жизнь? На каком основании? История говорит, что Библия была и остается самым надежным, самым твердым основанием для жизни, для решений, для мировоззрений. Поэтому очень важно, когда ты принимаешь решение, когда ты что-то делаешь. Очень важно руководствоваться свидетельствами Ветхого и Нового Завета. Не как говорят, не как легче, не как принято, а самый главный вопрос, как написано, что говорит Библия. И пусть девизом жизни каждого из нас будут слова «Так написано соло скриптура». Об этом я приглашаю, чтобы мы вместе молились. наш добрый, любящий Небесный Отец, еще раз мы хотим от всего сердца сказать тебе большое спасибо за то, что ты оставил нам этот замечательный свет в нашей жизни. Это свидетельство Твои слова, Господи, для нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты научаешь нас. Научаешь нас, во-первых, о Тебе, кто Ты есть, а также научаешь через Священное Писание, Библию, как жить нам на этой земле. Поэтому просим, помоги нам, Господи, во всем уподобляться Тебе, быть похожим на Тебя и руководствоваться Священным Писанием в нашей жизни. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы были внимательными участниками этой передачи. Желаем обильных благословений вам, вашим родным и вашим близким. Если у вас возникают вопросы, когда вы читаете Библию и вы не знаете, как найти ответы на них, то вам в этом помогут два информационные источника. Это bible.md и soloscriptura.md Там есть те вопросы, которые возникают у человека и как найти в Библии ответ на эти вопросы. Пусть Господь дарует вам мир, здоровье и пребудет в вашей жизни. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор 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 Корректор